Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм и сегодня мы будем смотреть эксклюзивные скриншоты нового модпака. Ну а за предоставленные скриншоты я хочу большое спасибо сказать Роме, это модпакер на проекте Амазин Холиплей. Вот его группа в принципе, ссылочка на его группу будет если что в описании, поэтому кто еще не подписан подписывайтесь, потому что здесь также будут выходить скриншоты нового модпака, поэтому обязательно подписывайтесь. Здесь насчет модпаков всегда выходят самые свежие и интересные новости, поэтому пацаны ссылочка в описании, кто еще не подписан обязательно подписывайтесь. Ну и конечно же я хотел бы напомнить, что играю пацаны на первом сервере, на первом сервере Мазин Холиплей, мой ник Кирилл Путболь, он будет у вас здесь на экране. Также не забывайте ввести мой промокод, пишите вместе капсом Кирилл Гейм. Как только вы прокачаетесь до 10 уровня, вы получите, пацаны, 150 тысяч. Мой промокод можно вводить на любом сервере Мазин Холиплей. Итак, давайте будем смотреть скриншоты, всего их здесь 10 штук, один из которых вы могли видеть уже в группе, в принципе. Мне скинул Рома, за что ему еще раз большое просто спасибо. У нас здесь будет несколько скриншотов, всего лишь у нас здесь получается 1, 2, 3, 4, 5 машин, короче, на скриншотах. Если здесь, пацаны, будет хорошая активность, то есть много лайков, если будет, то возможно выйдет вторая часть, где я буду также смотреть эксклюзивные скриншоты новых автомобилей. Итак, давайте, я думаю, начнем с первого скриншота, это у нас получается Поршик, пацаны, Поршик, давайте я открываю на весь экран. Вот, вот такой вот у нас скриншот, пацаны, это Поршик, а, 911 Turbo S, в принципе, здесь вот видно, это именно у нас получается Turbo S. Честно, вот к Поршам я отношусь совершенно нейтрально, я помню, как на Амазинке еще давно, когда после первого глобального обновления вышел модпак, и там был, получается, тоже Порш, ну, или Бокстер, или какой, я честно не помню. Пром Карера или не Карера, я честно не помню, какой это был Порш, но у меня он был, мне он, в принципе, нравился, и вот такой вот Порш будет в новом модпаке. Честно, я не знаю, вместо чего этот Порш будет, скорее всего, вместо, наверное, Audi R8, либо вместо i8, либо еще вместо чего-то, это чисто мои предположения. Как бы, к Поршам я отношусь нейтрально, мне, в принципе, эта тачка нравится, как бы, ничего плохого не сказать не могу. Так, давайте посмотрим другие уже скриншоты какие-то, это тоже у нас Порш, это вид сзади, в принципе, у нас был вид сбоку, это вид сзади. Ну, серьезно, симпатичная машина, реально, ничего плохого я сказать не могу, я знаю, что вышел новый Порш, у него там чуть-чуть другая морда, Ну, в основном, все Поршаки одинаковые, вот эти 911, там, мало чего изменяется, именно по внешнему виду. А вот у нас, в принципе, морда, давайте посмотрим поближе, вот такая вот мордашка. Ну, блядь, честно, морда реально симпатичная, у него такая, такой бампер идет. Ну, Порш, это лично свой стиль такой, в принципе, Порш вообще не похож ни на какие машины, абсолютно. В принципе, ну, мне нравится Порш, нормальная тачка, и давайте посмотрим остальные скриншоты. Давайте посмотрим Audi RS6. Блин, честно, я не помню, что здесь даже изменилось, на самом-то деле. Давайте сейчас поближе посмотрим. У меня, типа, была шереска, у меня уже сейчас нету. По-моему, это рестайлинг, если не ошибаюсь. По-моему, это рестайлинг. Может, я ошибаюсь, в принципе. Не знаю, что здесь изменилось, по-моему, колеса вроде другие стали, да, более такие интересные. Ну, скорее всего, да, это рестайлинг, я не особо шарю, типа, ваги, ауди там и так далее. Но, по-моему, это рестайлинг резка. Тут же у нас Audi RS6, в принципе, вид сзади. Ну, я не знаю, в чем разница. Мне кажется, что, скорее всего, это просто рестайлинг, вот и все. Ну, немножко другие колеса. Ну, и сама моделька вроде бы стала поинтереснее. Ну, да, скорее всего, это рестайлинг. Кто знает, пацаны, тоже напишите в комментариях. Идем дальше. Ford Mustang GT. До этого у нас был, по-моему, тоже Ford Mustang GT. До этого модпака, который был до этого модпака, который еще не вышел. Короче, вы поняли. Сейчас модпак, типа, зимний. А в том модпаке, что до этого был, там, по-моему, был такой же мустанг. Но, по-моему, без вот такого вот спойлера. Да, у него не было спойлера, по-моему. У него был такой маленький спойлерочек, если я не ошибаюсь. Я к мустангам отношусь хорошо. Но было бы интереснее, если бы он добавил бы Ford Mustang GT500. Шелби именно. Мне кажется, он очень красивый. И если вместо этого мустанга он бы добавил Шелби именно, то было бы намного поинтереснее. Кстати, есть еще мустанг на мазинке. Типа, он стоит, по-моему, 900 тысяч. Там, до миллиона такой старый. Я считаю, что можно было бы его вообще заменить и убрать. Потому что он спросом вообще не пользуется. Ну, он очень старенький такой. Но так, я к мустангам хорошо отношусь. Впереди он не такой интересный, как сзади, конечно. Мустанг, пацаны. Вот мустанг, Камара и что там еще? Додж. Вот, среди всех мне больше нравится мустанг. Пишите в комментариях, что вам среди этой троицы нравится больше. Ох, вот это, конечно, подгорели пуканы у некоторых. Насчет, типа, вот этого елика. Честно, ну, мне саму непривычно видеть таким елик. Потому что эти круглые фары, они просто непривычны. Мне кажется, если его даже добавят, ну, скорее всего, и так добавят его. То это все дело привычки, как бы. И вернут старую ешку. Хотя, когда выпустили е63с, который сейчас есть на сервере, то есть в модпаке. То все, типа, классно там и так далее. Но он громоздкий, он такой большой очень. И я так понял, что вот вернутся, типа, старые е63 обычные. Ну, елик, блин, как елик. Не знаю, что о нем сказать. Вот еще одна фоточка, в принципе. Как бы эту фотку увидели в группе. Ну, могли видеть в группе. А вот этой фоточки там нет. Вот у нас здесь стоит, видите, е63. Вот здесь сзади видно, в принципе. Давайте я увеличу. Вот, е63 написано. И вот жопа нового елика. Вот честно, я когда его видел, мне тоже он не особо понравился. Но я считаю, что, ну, нужно идти дальше, как бы. Да, мне тоже g65 нравится. В принципе, он симпатичный. У меня есть елик на сервере. Но это тоже неплохой. Но вот, что вместо него я бы хотел, сейчас я вам покажу. Давай сейчас зайдем в вот эту папочку. Недавно, примерно пару месяцев назад, выходил скриншотик в группе. Вот этот. И на самом-то деле, я хотел бы, чтобы именно вот такой вот елик добавили. Мне он больше нравится, чем новый. Вот, было бы круто, если вместо нового добавили вот этот елик. Потому что, ну, он очень симпатичный. У него реально очень симпатичная морда. Ну, реально, блин, симпатичный елик вот этот. Мне он больше нравится, чем тот, что вот этот получается. Вот, давайте я даже перелисну назад, в принципе. Сейчас вы сравните. Вот, честно, мне вот новый елик. Типа, вот, видите, давайте я увеличу, чтобы вам было лучше видно. Вот, это новый елик. Просто вот сравните даже. Вот, мне вот эта морда больше нравится, и мне нравится то, что гелик сзади без колеса. Я очень давно искал модельку, именно гелик без колеса нормальный, который красится, но так я его не нашёл. Поэтому мне вот этот гелик намного больше нравится, чем который вот этот гелик. Это, по-моему, G63, и мне он нравится меньше. Было бы круто, если Брома всё-таки взял и добавил вот этот гелик, либо добавил вот этот гелик вместо Хантли, а тот, допустим, гелик новый вместо, там, не знаю, вместо Лексуса, или что там есть у нас. Короче, вместо чего-то, чтобы он его добавил, потому что мне вот этот именно гелик нравится больше. На вкус и цвета вообще нет, как говорится, но мне этот гелик нравится намного больше. Ну что ж, пацаны, вот так вот получилось видео, надеюсь, оно вам понравилось. Если, повторюсь, здесь будет хорошая активность, много лайков и приятных комментариев, то, скорее всего, я у Ромы попрошу ещё скриншотов новых, эксклюзивных, и будет вторая часть. Поэтому, пацаны, ставьте лайки, обязательно подписывайтесь на канал. Ссылка на группу Ромы будет также в описании, подписывайтесь. Там тоже выходят часто интересные новости. Всё, всем пока-пока.